Книга. Юсеф Менделевич. Операция «Свадьба». Вступление. Вчера при жребьевке мне, как всегда, не повезло. Вытащил пол спички. Это означало ночь без спального мешка на холодной земле. Хорошо, Зеев дал мне шинель, и я уснул. Я спал спокойно, глубоко, без сновидений. Засыпая, даже не подумал о том, что, вероятно, заканчивался мой последний день на свободе, а может и последний день в жизни. Едва светало. Я проснулся первым, а потом встали все остальные и принялись за дела. Зеев ушел на станцию встречать Эдика и Марка с семьей. Израиль, Толя и я занялись рюкзаками, в каждом из которых была дубинка, а в моем еще и кляпы, веревки, топорик и охотничий нож. Двинулись к аэропорту. Стояло прекрасное утро. Прекрасное, но холодное. Чужое утро на чужой земле. Моя земля, заповеданная Господом Аврааму и его потомкам, была от меня за тысячи километров. Я всегда помнил о ней и теперь был полон решимости либо поселиться на своей земле, либо погибнуть. На аэродроме, несколько дощатых бараков и вдали от них маленькие самолеты. Хотели перекусить в столовой, но передумали, не до еды. Осмотрели друг друга. Ребята сказали, что в очках, берете и польском плаще я подозрительно похож на иностранца. Не стоит выделяться. И я снял плащ, а берет оставил. Голова у еврея всегда должна оставаться покрытой. Однако наши предосторожности были наивны. Похоже, нас выследили. Вчера Юра и Алик с трудом оторвались от хвоста. Но когда в шесть вечера мы все вышли из электрички на станции Смольный, Марк заметил двоих, выпрыгнувших за нами из поезда и нырнувших в привокзальные кусты. Что это? Случайность? Когда мы отрабатывали в лесу детали предстоящей операции, напротив полянки остановилась черная «Волга» из тех, на каких ездит начальство. Из нее вывалились двое и, поглазев на нас, дружно, словно по команде, помочились. Опять случайность? Мы словно превратились в персонажей детективного фильма. Забавно. Яснее ясного. Мы на крючке. Нам не удастся вырваться. Разумнее было бы отложить операцию. Почему мы не сделали этого? Сложный вопрос. Нас вела мечта, и было жалко от нее отказаться. Да и выбора не было. Оставаться в этой стране мы уже не могли. Сила, владевшая нами, превышала доводы разума. И все же редко мне выпадали такие счастливые дни. Я верил, что наконец-то живу в согласии с волей Господа. Был счастлив и готов на все. Ну, вот и все мы в сборе. Значит, идем до конца. Мы расположились в разных концах аэровокзала. Не подаем виду, что знакомы. Я сижу вместе с Израилем и рассказываю ему о своем десятимесячном племяннике Яшке. К нам подсел какой-то летчик, в кавычках. Не скрываясь, прислушивается. Ладно, я громче говорю о Яшке. Человек в форме летчика ухмыляется. Не проведешь, мол. Между тем, у выхода на летное поле столпился народ. Один за другим подходят автобусы. Вот уж не думал, что столько пассажиров может лететь с такого крошечного аэродрома. Объявили посадку на наш самолет. Восемь тридцать пять утра. Пятнадцатое июня семидесятого года. Впереди по посадочному полю движется цепочка парней с рюкзаками. Я замыкающий и могу смотреть на всех как бы со стороны. В самом деле, подозрительно, мы точно десантники. Да, когда-то во время шестидневной войны я завидовал бойцам Галани. Вот, наконец, и мой черед. Но что это? Ребята тревожно оглядываются. Почему нет Марка? Где он? Минут десять назад я видел его с семьей около здания аэропорта. Что делать? Нельзя медлить. Замешательство нас погубит. Раздумывать некогда. Бросаюсь назад. Нет выхода, говорит человек, стоящий у дверей. Понимаете? Товарищ опаздывает. Я его должен разыскать. Возражаю спокойно и вежливо. Вам в Бокситогорск? Спрашивает он в недоумении. Но я не отвечаю. Наш маршрут ведь на Приозерск. Бегу туда, где видел Марка. Вот и он со своей семьей едят бутерброды. Марк, посадка, мы опаздываем. Он смотрит на часы. По расписанию до посадки еще десять минут. Странно, почему они начали раньше? Кричу, чтобы он поторопился. И убегаю назад. У входа налетное поле. Толпа, свалка, крики. Я проталкиваюсь сквозь толпу. Марк догонит. Мне подставляют ногу. Хватают за руки. Валят на землю. Мгновенно проносится мысль. Я арестован. Но ни страха, ни слов молитвы. Ничего. Как будто я все знал заранее. И был готов к этому. Связывают веревкой руки. Больно. Поднимаюсь на ноги. Мои друзья уже в наручниках. За спиной глухой взрыв. Это взорвали патрон с песком, чтобы ослепить Марка. Вот его ведут. Он связан. Лицо в крови. Неподалеку. Бледные, как мел, его жена и две девочки. Дочери. На взлетном поле оперативники в штатском. Выезжают мини-автобусы, стоявшие за самолетом. Они набиты гибистами. Справа от нас отряд пограничников с собаками. Ого! Сколько сил брошено против нашей маленькой группы. Неужели боятся? А может, хотят выслужиться перед начальством? Вот, мол, какая крупная операция. Нас ведут по рознь уже с аэродрома. Оперативники переговариваются друг с другом. Некоторые присланы из Москвы. Оказывается, еще в мае они знали обо всем. Руки затекли. Сломанные дужки очков режут лицо. Прошу поправить на мне очки. Один из гибистов, усмехнувшись, поправляет. Нас приводят в какое-то помещение. Через час начинается обыск. Раздевают догола. Ощупывают каждую вещь. Просматривают рюкзаки. Находят две полутораметровые веревки, спички. Вот и все. Рюкзаки свалены в кучу. Приказывают каждому взять свой. Напортачили, а теперь не знают, где чей. Моего нет. Был тут твой рюкзак. Ну нет, не признаюсь, думаю про себя. Начинается допрос. Следователь в чине майора предъявляет ордер на арест. Меня обвиняют в преступном сговоре изменить родине путем бегства за границу с целью осуществления намерения подготовительной и организационной деятельности, направленной на разбойное завладение самолетом и хищения такового. Позже на судебном процессе я узнал, что эти же статьи обвинения предъявлены Сильве и Израилю Залмансоном, Анатолию Альтману и Арье Хноху. А пока майор угрожает, не признаетесь сразу, приговор будет суровым. К допросам я готов. Недавно прочел в сам издате брошюру Есенина Вальпина, как вести себя на допросах в КГБ. Кое-что запомнил. И уголовный кодекс читал. Главное, не обольщаться, готовиться к худшему, обдумывать, как поступать в самом крайнем случае и верить, что с тобой Бог. Отказываюсь отвечать на вопросы. Отказываюсь подписывать протоколы. Недовольный следователь вызывает конвой и меня уводят. Тюрьма при Большом доме, цитадели КГБ в центре Ленинграда. Тюрьма старая, ей сто лет. Когда-то здесь сидели революционеры, покушавшиеся на жизнь царя. В 1896 году Ленин. Его бывшая камера – место священное. Туда никого не сажают. В остальных камерах, где во время она содержались коммунисты, теперь сидят их противники. Советская власть взяла у царской все. Идею империи, систему насилия, отношения к своему народу. У полковника Круглова, начальника тюрьмы, сегодня праздник. Много новых арестантов. Он оживлен, шутит, угощает сигаретами. Опять обыск. Вспомнились некоторые детали из книги Солженицына «В круге первом», которую я за несколько дней до ареста прочел. Унизительная процедура обыска. И молодой преуспевающий дипломат превращается в бесправного зэка. Он готовился к интеллектуальному столкновению со следователем, а его ломает обыденный ужас тюремной приемки. Отбирают ремень и шнурки от ботинок, срезают пуговицы, снимают обручальное кольцо. Все точно так же, как описывается в книге, хотя и происходило лет 25 назад. Отобрали ремень, шнурки, часы. Кольца нет, не женат. Раздеться, присесть, подняться. Нелепая гимнастика обыска. Находки ничтожны. Золото, оружие и антисоветской литературы в складках моего тела не обнаружено. Из кармана извлекают 5 рублей 60 копеек. Сдача с тридцатки, одолженной у Сильвы на билет. Полковник удивлен. Так мало денег? Он, очевидно, ожидает, что у жидов карманы набиты золотом. Обыск закончен. По тюремному коридору меня ведут в камеру. Железную дверь, закрывшуюся за мной, запирают на замок. Я остаюсь один. Осматриваюсь. В длину 3 метра, в ширину 2. Черный асфальтовый пол. Сводчатые стены, как в монастырской келье. До потолка можно достать рукой. У стены железный унитаз и умывальник. Ну что же, не так-то и плохо. Ложусь на мешок, набитый соломой, лицом вниз. Молю Бога, чтобы послал мне силы выдержать, а отцу пережить несчастье. Выдержали ведь в сталинских лагерях рижские сионисты. Цейтлин, Русинек, Янкелевич. Может быть, и я смогу. Как это у Шауля Черняховского. С грохотом затворились двери. В одиночестве безнадежном. Дано мне время для размышлений. Нет, не дано мне времени для размышлений. Надзиратель через глазок предупреждает, что лежать в дневное время на койке запрещено. Начинается тюремная жизнь. Первое звено в новой цепи событий и встреч, размышлений и открытий. Я пишу об этом теперь. Одиннадцать лет спустя, в двадцати пяти километрах от Иерусалима, в Иудейских горах, я должен включиться в новую жизнь, не оглядываться назад. Часто меня просят выступить, рассказать о прошлом, и мои рассказы начинают меня пугать. «Каждый раз повторяешь одно и то же. Иногда кажется, что все это придумал я сам, или еще того хлеща, что все совершалось для того, чтобы теперь было о чем рассказать. Бред! Я жил так, потому что иначе не мог. Пока еще свежи воспоминания, я попытаюсь, не повторяясь, рассказать обо всем, что со мной произошло. Рассказать об удивительной цепи событий, в которых за случайностью или закономерностью стоит чудо. Этим повествованием я как бы подведу черту под прошлым. Пусть оно перестанет тяготеть надо мной, а я войду в новую жизнь. И хотя негоже человеку оставаться без прошлого, я хочу, чтобы оно выпустило меня из своих цепких объятий. Новая жизнь требует новых сил и нового опыта и другого видения мира». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулаката Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...